Всем привет, друзья! Меня зовут Наташа, и вы на моем канале с обзорами салонов красоты в Санкт-Петербурге. Кстати, конечно же, обзоры будут не только из Питера, но и из других городов и стран, как только у меня будет такая возможность, потому что я уже раскрыла вам карту, что я заядлая путешественница, и теперь у меня появится еще один пунктик, что я буду делать в своих путешествиях, а именно ходить по салонам. Сегодня я перед вами в таком первозданном практически виде, ничего не стала делать с волосами. Когда я хожу на макияж, я хотя бы выпрямляю их, чтобы было более правдоподобно, что я потом куда-то пойду. Но сегодня я не стала ничего делать, это просто мои волосы высушены естественным путем, потому что мы идем с вами на коррекцию и окрашивание бровей. И на этот раз мы идем не по купону с Биглиона, мы пойдем просто в салончик, который у меня будет по пути. Я еду по своим делам, мне нужно на станцию метро Гражданский проспект, и там прям вот недалеко от метро находится салон Леди. Насколько я знаю, это сеть, и их по Питеру несколько, но мне просто очень удобен будет именно этот, просто потому что по пути, как я уже сказала, я позвонила заранее и записалась на коррекцию и окрашивание хной. Наконец-то нашла место, где есть хна, потому что в предыдущих роликах мне красили брови краской, краска у меня не держится совсем, там 2-3 дня, на третьей уже практически ничего не видно. И многие советовали попробовать хну, потому что она держится якобы дольше. Вот и посмотрим. Стоимость коррекции и окрашивания хной в этом салоне 800 рублей. Надеюсь, все будет хорошо, и нас с вами не выгонят, не откажут в услуги, как бы было в прошлый раз. Кто не видел тот ролик, обязательно загляните, посмотрите. Ну а теперь погнали! Вот так выглядит салон красоты снаружи. Как мы видим, это что-то очень бюджетненькое и находится в простом жилом доме. Здрасте! Я на бровке записывалась на 14-30. Можно раздеться тут, да? Я поснимаю, что-то в процесс. Ну так, частично, вы не будете попадать. Уф, я нахнул записывалась, да? Просто уже несколько раз ходила, к сны почему-то нету. Не везде есть. А мне сказали, лучше держаться. Наверное, потому что она очень подорожала, поэтому мы с нее ушли резко. А правда лучше держаться, чем краска? Я только из-за этого. Посмотрите, с точки краски и с точки хны. Сна прокрашивает кожу в кожу, а краска прокрашивает волосы. Вот мне кожу надо. Отлично, прекрасно. Просто краска у меня два дня, и все, как бы на коже, потому что кожа жирная и не очень. Посмотрите, у меня форма... Ой, у меня такое лицо блестящие. У меня не просто чешево мне расскажет, да? Да, я просто к тому, что у меня не полностью еще сросли брови. То есть форму можно оставить, как вот было, просто лишнее выщипать. То есть у меня, по сути, главное, это прокраска вот кожи, пробелов, проплешин. Попахнет вам. Ну, ничего страшного. Ну, я могу так смотреть, в принципе, ну, может, камера не все это. Смотрите, я планирую убрать вот только вот здесь по краю то, что вот и здесь также, видите, вот то, что тут... Ну, лишнее, да, вот эти отрожки. То есть здесь у вас растет меньше, а здесь вот больше, видите? Здесь единственное, что я могу вам предложить, вот если вы видите, вот так вот я их расчешу, краешек чуть-чуть вот это подстричь. А мне сказали, вот, что нельзя стричь. Я стригла тоже раньше, а мне потом сказали несколько мастеров, что, типа, ни в коем случае нельзя, там что-то, я уже не помню, какие причины, давайте, наверное, не будем стричь, пусть и торчат. Ладно, просто есть, да, прям такие жесткие противники, что стричь, типа, ни в коем случае. Это же, знаете, как маникюр, вот я мастер маникюрю по управям, это то, что там кто-то за классический маникюр, а кто-то за аппаратный, типа, аппаратный портит, так все будет. Ну да, я знаю, давайте не будем, я просто хочу посмотреть, когда они у меня еще недостаточно сросли, даже уже были подстрижены, потому что они у меня еще сильнее торчат, на самом деле. Ну пусть пока остается. Но в этом плане, хорошо, знаете, что ламинирование обломеет, вот если я никогда не делаю? Никогда, хочу попробовать. Вот, да, ламинирование, но прям вот, вот, делают. Я хочу, вот, у меня сейчас цель, главное, это попробовать хну, потому что ни разу не делала в жизни вообще, и все никак не запишусь. Наконец-то нашла, где она есть. Мужчин тоже, да, на бровях приходит? Ну, это у меня два мужчины, бывают здесь. Ну, они, наверное, не красят, просто нащипываю, да? Я буду ее все попробовать. Мало ли, сейчас всякое бывает. Ну, форма так на глаз, да, получается, я знаю, бывает, там прям рисуют как-то. Это архитектурное строение бровей, немножко вообще другая услуга, у нас сегодня нету даже в прайсе. А, а, когда вымеряют все, это называется архитектурное строение бровей. Ну, здесь вот такой он больше всего на канал класса. А ламинирование у вас тоже есть? Нет. Ну, здесь такой конструктор, какие-то бабочки. А, да. Ну, вроде так, рядом с метро, место достаточно проходное, наверное. Удобно тут магазины рядом. Долго с ней сидеть надо? Ну, не все. А, тоже? Ну, краска тоже вот так примерно. Ну, чуть-чуть голову наверх и глазки закручу. Можно я эту форму гляну? А можем сделать немножко ближе, ну, типа, к носу, да? Носу сразу не наносим. Почему? А, посветлее, я поняла, да. Она не будет прям сильно черная? Я боюсь, чтобы, да, не было как накладные брови. Цвет такой понатуральней, ну, под волосы, да? Ну, да. Так оно вот, видите, и цвет такой. Угу. Темно-коричневый узел. Ну, так как первый раз, я ж не знаю, как оно возьмется. А, если что, если вы переживаете? Подсмыть можно. Угу. Мне прям очень интересно, сколько она на мне продержится. Я прям надежды возлагаю. Если будет нормально держаться, то, наверное, и буду всегда хной. А то краска такое неблагодарное дело. Угу. 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 Можно будет, да, когда мы сделаем ближе к носу, сделать более квадратненький, наверное, что ли, а не круглый, как сейчас этот. у нас всегда прям плотная запись салон маленькие люди так много потому что тут дешевле ко мне вчера клиентка приходила и говорит тут рядом на педикюр в фалоне рядом у нас 1700 это с покрытием гель-лаком 1700 нормально а маникюр во сколько со снятым покорил да нормально 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 главное чтобы они симметричны одинаковые были у нас с вами так будет как сейчас ну понятно я только сейчас увидела смотреть это поцарапаны так мы нанесли и мне сказали что после уже хны и будем делать коррекцию если что можно будет какой-то специальной штучкой подтереть если будут какие-то погрешности посмотрим ну вот смотрите за один раз делала мне прошлый раз тоже делали смешанное восковым пинцетом очень удобно и пушковый вот мне нравится то что варить пушковые волосы да да классно и это круто то что удобно раз идет дернул и все как бы вообще фанат всяких депиляции воска сахара шугаринга очень люблю там еще какие-то погрешности остаются ли вообще про а клиентов больше на брови или на ногти на самом деле ногти я же больше мастер маникюра вы получаются так как это это совмещаете у вас может быть где не то это круто что разнообразие мне кажется надоедает когда всегда одно и то же предложение спрос предложения вот наверное вот в этом плане потому что из-за того что здесь такой контингент более но возрастной там бабулечка пришла о я можно мне там брови покрасить если даже я хочу допустим ну таком маникюр делает у меня не получается потому что спрос есть парикмахер у нас много по не делают а спрос есть поэтому но вынуждена мне нравится когда ну допустим и с клиентом находим общий в этом плане бабулечки что просят по маникюру обычно так вроде мы уже все подкорректировали осталось только дождаться время действия краски как-то так просто водичка это снимаем теляр водички не желательно потому что мы уже сделали коррекцию что у вас со стеной поцарапал вон там открытся ну черт садиться так не я блогер я блогер да можете найти потом я недавно начала вести блок но я просто снимаю ну как как я хожу делаю разные услуги как бы ничего такого а кого на и просто разных тоже смотрела ой чуть не потрогала ну что-то это рукой прикольно разный да сейчас много таких видео достал а там что-то плохое было да да я тоже смотрю конечно бывает что таких салонах ну прям до крутых а делают вообще фигню какой-то всякое бывает ну да цвет цвет хорошо до яркой смыла и получается что цвет он на коже все осталось и да я размываю не ярко нормально все по цвету камере нормально все очень-таки блестящего чем-то помазать а это маслом прикольно ну вы говорите она чуть-чуть поменять как природный компонент сначала как резиноватый а потом она больше такой но по натуральный они по-другому ведь у меня свет еще ну тут без света так вообще все тогда посмотрим что будет с цветом сказали вечером чуть-чуть поменяются я уже сказал да все устроила я просто ну я же не знаю говорю сейчас сказали что цвет поменяется интересно будет посмотреть так то по форме у меня форма такая была не знаю мне кажется здесь это как будто бы не ровно граница ну ладно как бы я уже посмотрю все равно она быстро будет у меня смываться спасибо так ребят я вышла из салона как бы так встать в общем издалека в камере про и выглядит нормально у меня форма в принципе сохранилась какая была ничего там сверх естественно мы не сделали что касается вот границ это я уже посмотрю наверное дома близко и завтра наверное утром посмотрю что будет с цветом потому что мастер сказала что она еще немножко поменяет цвет к вечеру примерно вечером уже будет темно снимать поэтому думаю что завтра ну что ребят уже следующий день запишу небольшой кусочек видео я ничего не делала с бровями мне мастер брови сказала что лучше их сутки и стараться вообще не трогать чтобы цвет как-то там уселся и все такое в общем я умывалась максимально аккуратно чтобы ничего не задевать и практически не трогала брови и так давайте посмотрим вот так вот они сейчас выглядят вообще вот издалека мне все нравится мне кажется цвет нормальный он немножко ярковатый можно было чуть-чуть посветлее но так как я еще не умывалась он такой мне кажется через пару умываний цвет станет светлей форме мы сохранили как я вам говорила изначально а ту которая у меня была просто подшипали лишнее в общем как-то так не знаю мне не покидает ощущение что вот эта бровь чуть чуть ближе к носу но может мне кажется и да немножко все-таки неровные вот здесь вот как-то края в общем напишите как вам я первый раз красилась хной и я хочу знаете что записать еще кусочек ролика наверное дня через три чтобы проанализировать как она держится потому что краска у меня вот максимум три дня и все а хна я просто сама еще не знаю как будет держаться мне самой будет интересно что касается салона это бюджетный салон как принципе изначально было понятно он очень маленький я не стала снимать помещение потому что там были люди это такое знаете прям потоковый салон и как объяснила мастер бровист она же и мастером маникюра там работает у них все-таки контингент больше пожилые люди всякие бабулечки как она сказала то есть потому что салон именно позиционируется как бюджетный и у них постоянно там народ и реально пока вот мы сидели там несколько человек приходила к мастерам по волосам и помещение у них очень маленькая в том месте где я сидела на том же самом кресле делается педикюр рядом стоит маленький столик где маникюр и отдельный зал есть там то ли два то ли три места для парикмахеров когда бровись нанесла мне краску она отходила на несколько минут потом когда вернулась сказала что администратор ее спрашивала они тайны ли я покупатель какие и вопросы задаю а то как-то странно что я пришла с камерой я сказала что нет вряд ли себе было тайным покупателем наверное я бы не открыто снимала ну в общем мы с ней как-то поговорили она оказалось смотрит блогеров разные обзоры салонов но сказала что она не боится съемки не боится объективной критики был не очень приятный момент с оплатой мне озвучивали цену 800 рублей я вам вроде бы уже называла и когда я подошла оплачивать да там небольшая такая стоечка ресепшена там на самом ресепшене вот на этой стойке наклеено объявление что карты не принимаются типа только наличка либо перевод но к сожалению об этом конечно же заранее никто не предупреждал я собиралась платить карты я специально плачу карты на которые у меня есть кэшбэк и конечно перевод для меня не очень удобно потому что кэшбэком считается только когда ты оплачиваешь по факту карты но я думаю вы знаете те кто этим пользуется и для меня это было прям очень неприятно что я не могу оплатить картой что приходится делать перевод перевод мне пришлось сделать с той карточки на которой у меня комиссия за перевод и в итоге сумма у меня увеличилась там рублей на 70 я это озвучила сказав что вы заранее не предупредили к сожалению вот у меня комиссия так жаль так жаль ну конечно же никто мне ничего не сказал хотя можно было сделать скидочку хотя бы на ту сумму какая у меня комиссия вот этот момент не очень приятный но при этом чек они мне пробили то есть это не совсем нелегально я так понимаю потому что чек мне выдали все нормально но вот терминала самого как такового у них нет что еще можно сказать обычный бюджетный салончик такой суетной там постоянный проходной двор если можно так выразиться когда я уходила там как раз освободились мастера они все сидели дружненько кучкой возле ресепшена что-то громко болтали обсуждали знаете такая непринужденная атмосфера все давно видимо друг друга знают давно там работают мастер которая мне сделала мне очень понравилось мы с ней так приятно пообщались поболтали она делает там и маникюр и брови потому что как она сказала есть на это спрос давайте еще раз покажу вам поближе как сейчас выглядят мои брови вот как то так и давайте наверное я денька через три сделаю уже заключительный кусочек чтобы посмотреть насколько хорошо она держится ну что ребят вот и я прошло уже 7 дней с момента покраски хной ну первый день можно не считать потому что я вообще не трогала брови в целом до прошла уже неделя не знаю почему у меня руки не дошли снять выводы раньше погода у нас ужасная но какой есть свет к сожалению ничего с ним поделать не могу сейчас вот так вот выглядят мои бровки на данный момент хна как можно увидеть практически смылась исчезли четкие границы и вот здесь вот где были какие-то неровности тоже ничего по сути не осталось но между волосками особенно где-то в центре брови вот да где-то вот там где домик вот этот до сих пор сохраняется цвет и брови выглядят так как будто их немножечко подкрасили тенями для бровей по крайней мере у меня именно такое ощущение складывается и мне очень если честно нравится такие они у меня примерно с четвертого дня я думаю так да где-то на четвертый день и вот сейчас 7 дней на данный момент конечно две недели держаться у меня ничего не будет точно потому что все эти семь дней я обходилась бровями максимально аккуратно насколько это возможно когда умывалась я старалась вообще их не задевать гелем для умывания то есть на брови попадала непосредственно только обычная вода единственный один раз когда я в душе мыла голову там конечно шампунь немножко все-таки попадала на лицо и на брови в частности но это было вот один раз за все время все остальное время я старалась прям вот ну практически их не трогай вот при таком максимально аккуратном подходе бровки у меня на седьмой день выглядят так и практически их на стерлась я не знаю может правда когда кожа сухая действительно у кого-то держится две недели напишите как у вас у меня вот с моей жирной кожей вот так вот недели как я уже сказала конкретно по моему ощущению брови сейчас выглядят так как будто их чуть-чуть подкрасили тенями это не у начала да только вот где-то по центру брови и ближе кончику на самом кончике ну практически не осталось уже краски такая легкая легкая тень и в принципе если человек не знает что у меня брови покрашенных мной то можно подумать что они вот такие у меня есть натуральные но так как я знаю да мне кажется что они подкрашены тенями я для себя сделал такой вывод что в принципе очень удобно покрасить брови хной перед какой-нибудь поездка если я знаю что буду снимать фото видео и так далее хочется как-то прилично выглядеть то в принципе хороший вариант потому что краска для меня к сожалению вообще не имеет смысла нам не смывается уже на третий день полностью и в этом плане конечно их на выигрывает кстати сейчас в камере хорошо видно что мои фиолетовые пряди практически смылись напишите в комментариях какой цвет покраситься следующий раз ну или через раз потому что следующее наверное пока еще снова сделаю фиолетовый но вообще я осветляла себе прядь с целью крастью потом в разные цвета поэтому порекомендуйте какой цвет вам кажется круче что вот такое было мое видео сколько дней мне заняло его снять впервые так долго напишите красили ли вы брови хной сколько она у вас держится мне правда очень интересно и большое большое спасибо вам за просмотр кто не подписан пожалуйста подписывайтесь это очень очень важно для развития канала я надеюсь снимать больше как только будет возможность всем пока увидимся в новых роликах